Режим чрезвычайной ситуации введен в ряде районов Новосибирской области из-за паводка. По последним оперативным данным затоплены более 4 тысяч садовых участков. Вода подошла к окнам первых этажей. Эвакуировать пришлось около сотни человек. Это самое масштабное наводнение в Новосибирске за последние 40 с лишним лет. В зоне бедствия сегодня работал наш корреспондент Вадим Муравьев. И как он выяснил, уровень воды это не единственное, что может угрожать садоводам. Еще несколько дней назад, 8 мая, владельцы этих садовых участков гадали, затопит, не затопит. И вели отчаянную битву за урожай. Сегодня стало понятно, что впору устраивать чемпионаты по рыбной ловле прямо в своих огородах. Каких-то 10 минут и вот он первый клев. Правда, есть эту рыбу нельзя. Почти все затопленные участки из благ цивилизации располагают лишь электричеством. Бытовые отходы, а главное канализация здесь организованы по принципу выгребных ям. Поднявшаяся вода размыла нечистоты. Поэтому в МЧС просят воздержаться от попыток ходить вброд без специальной экипировки. И тем более, ни в коем случае не пить эту воду, даже после фильтрации. За состоянием питьевой воды в самом Новосибирске, ведь ее берут из АБИ, следят в эти дни чрезвычайно пристально. За водой у нас в постоянном режиме, качеством питьевой воды, ведется мониторинг. У нас по городу определено 25 точек. На сегодняшний день исследовано более 100 проб. По микробиологическим показателям, по химическим все соответствуют. Особое внимание Роспотребнадзора и МЧС приковано сейчас к районам Затон и Лесоперевалка. Если уровень воды продолжит подниматься и достигнет отметки в 550 сантиметров, эти дома может залить. Пока у нас есть небольшой запас сантиметров, около 20. Поэтому, в общем-то, не прогнозируется их подтопление. Но, тем не менее, все спасательные службы готовы к проведению эвакуации жителей. Пока что эвакуировать пришлось около сотни дачников. Это те, кто верил в чудо и оставался в своих домиках до последнего. Многие оказались, по сути, островитянами и подали сигнал СОС, когда надежды на свои силы не осталось. Воды больше и приходится сейчас у меня теща с острова эвакуировать. Потому что туда пошла вода. Еще рассчитывают на родственников и милость природы эти две отчаянные дачницы. У них на участках пока сухо. У них пока еще цветут помидоры. Соседям повезло меньше. Это вот со вчерашнего дня. Кирпичики наши уже скрылись туда. Все. Вот здесь вот сантиметров 30 у нас еще есть запас. А это посмотрите, что творится. Плавающие в зловонные жижи стройматериалы, заборы, качающиеся на волнах. Воды в домах больше метра. Спасают животных. Как могут. Спасаются сами. С сегодняшнего дня полиция начинает на лодках патрулировать затопленные садовые товарищества. На пульт дежурного уже поступило два сообщения о мародерстве. Вадим Муравьев, Максим Федосеев. Новости РНТВ. Новосибирск. Новости РНТВ. Новости РНТВ.